Партия и кружки. Вот вопрос о соотношении таких не просто понятий, а таких явлений как партия и кружки в последнее время стало предметом широких обсуждений и высказываются разные точки зрения, как бы отвлечённо от того, а что за партии, а что за кружки, а для чего. Поэтому я хотел бы некоторые понятия, как специалист, уточнить, чтобы этот разговор носил предметный характер. Во-первых, партия. Значит, партия – партия рознь. Во-первых, партии бывают такими, которые служат правящему классу. Правильно? Это буржуазные партии в современном буржуазном российском обществе. Есть партии, которые, по крайней мере, ставят перед собой задачу служить рабочему классу. И, так сказать, идёт довольно сложный и трудный процесс, в ходе которого на практике выявляется, какая партия действительно является авангардом рабочего класса. Ведь определение партии – это авангард класса или такая организация класса, которая выясняет интересы класса, вносит сознание этих интересов в класс и организует борьбу за осуществление этих интересов. Политические партии доводят организацию своей борьбы либо до того, что они обеспечивают господство того строя, который есть, либо до революции, то есть до того, чтобы сменить старый, обветшалый, реакционный экономический, политический строй на другой, более передовой. В данном случае сменить буржуазный строй на социалистический. У нашей России богатый революциями, тем более можно об этом говорить, потому что у нас было три русских революции, одна русская контрреволюция, причём эта контрреволюция началась в 1961 году, а потом был длительный переходный период до 1991 года, и мы опять оказались в стране капитализма. И уже не в Советском Союзе, а в России, которая отдельно существует, независимо от других государств, которые состояли в едином могучем Советском Союзе. Кружки. Хорошее дело кружки. Я думаю, что если бы так поставить вопрос о кружках, конечно, надо однозначно сказать – хорошее дело, безусловно. Почему? Кружки кого-то в чём-то продвигают. В кружки собираются люди, которые хотят что-то понять, в чём-то разобраться, что-то изучить. То есть кружки существуют для чего? Для отражения мира, для того, чтобы познавать мир. А для того, чтобы его преобразовывать, кружки, конечно, недостаточны. Поэтому на самом деле люди, которые занимаются в кружках, они могут вырасти духовно, они могут лучше научиться говорить, они получат хорошие знания. А вот будут ли они участвовать вообще в политической жизни – это большой вопрос. Потому что одно дело такие кружки, которые подготавливают к участию в политической жизни, подготавливают к тому, чтобы перейти, как говорится, с этой низшей ступеньки на высшую ступеньку, перейти к политической борьбе. А политическая борьба не может быть успешной без политической партии. А политическая партия требует достаточно высокой организации. Политическая партия должна быть оснащена и передовой программой, и соответствующим уставом, и соответствующими средствами массовой информации, в том числе и в интернете, и газетами, и журналами, и ВКонтакте у нее должны быть группы, и сайты должны быть и так далее. И должны быть достаточно грамотные люди, которые могут писать, отстаивать позицию партии, защищать и вести партийную линию в соответствии с ее программой. Вот так обстоит дело, если мы говорим о политической партии. Поэтому ставить вопрос о том, что вообще кружки плохо, это какая-то глупость. Вот я, например, может быть, если бы у нас было соревнование, кто большее время ведет какой-нибудь кружок, может быть, я бы претендовал на одно из первых мест. Поскольку вот кружок любителей гейерской диалектики, которым я руковожу, он начал свою работу в 90-х годах, и поэтому действует уже 30 лет. Поэтому я, например, никак против кружков выступать не могу. Другое дело, что если есть кружок любителей бабочек, то это кружок на любителей. Значит, и другие, так сказать, или есть кружок, который изучает первый том капитала Маркса. Что я могу по этому поводу сказать? Это хорошо, если изучают первый том. Но если не изучают второй и третий, то это значит, люди остаются в рамках тех представлений, которые не видят реальной поверхности экономической жизни. Потому что в реальной поверхности экономической жизни идет вторичное, третичное перераспределение прибавочной стоимости. В этой жизни есть абсолютная рента, которая рассматривается там. Там есть непроизводительный труд, который может приносить прибавочную стоимость. Потому что через различные формы общественные можно ту прибавочную стоимость, которую получил капиталист, он ее передает другим капиталистам, уже непроизводственные сферы. И рабочие могут отдать свои деньги или на шоу-бизнесу, или, скажем, в спортивному какому-то клубу, который организовал интересную встречу футбольную. Ну и так далее. То есть все эти вещи, конечно, можно понимать, если человек дошелся, добрался до третьего тома капитала. Но, честно говоря, я таких людей очень мало встречал. Вот людей, которые в кружках чем-то занимаются, очень много. А вот тех, которые это занятие в кружках довели хотя бы до того, чтобы вот хотя бы весь капитал целиком изучить, первый, второй и третий том, это вот буквально единицы. Опять-таки, как говорил Ленин, нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не простудировав всей логики Гегеля. Ну а сколько у нас людей, которые поняли и простудировали всю логику Гегеля? Единицы. Ну хотя эти единицы сейчас, можно сказать, исчисляются уже сотнями тысяч. И вот я обращаю внимание на вот тот курс, который висит, курс по краткому изложению диалектики Гегеля, который висит на канале Лоббио Академии Смыслов. Он на сегодняшний день собрал 136 тысяч просмотров. То есть интерес, конечно, широкий, глубокий к вопросам диалектики. А еще один вопрос, который оставляет желает лучшего, это изучение Ленина. Надо сказать, что люди, которые говорят, что мы вот в кружке, мы марксисты, ну это не совсем соответствует действительности, потому что марксистом сегодня можно считать того, кто знает современный марксизм. То есть кто не изучал ленинской теории империализма, кто не знает ленинские работы, он остается на уровне того марксизма, который был еще в период Маркса и Энгельса. И в частности, скажем, теория революции говорила о том, что вот одновременно будет революция во всех странах крупнейших и развитых. Но после того, как установился империализм, Ленин в двух работах о лозунге Соединенных Штатах Европы и военная программа пролетарской революции объяснил, что невозможно ожидать одновременного выступления пролетариата всех стран крупнейших и наиболее развитых в силу неравномерности развития империализма, который есть абсолютный закон при империализме. Поэтому вот те люди, которые не ведут ленинских кружков, они как бы и не вполне марксистские кружки ведут. Или такие кружки, которые находятся на начальной зачаточной стадии. Второе, что можно сказать. Можно сказать, что кружки тем хороши, что если на самом деле люди будут вести ленинские кружки, изучать ленинские произведения, там их товарищ Ленин обучит тому, что надо не просто созерцать действительность, а ее преобразовывать. А ее преобразование в действительность, если эта действительность затрагивает огромную массу людей, это уже политика. А если это политические вопросы, то для этого нужна политическая партия, а не просто кружки. Поэтому Ленин, который начинал с кружков и сам проводил эти самые кружки, потом долго боролся против кружковщины, которая тормозила создание партии, хотя, опять-таки, в том, что люди не бегут в партию, а сидят в каких-то кружках, освобождает партии политические от людей, которые любят поговорить и ничего не хотят на самом деле делать, которые не хотят реализовывать то, что они читали, не хотят руководствоваться той идеей, которая была. Можно сказать, что этот вопрос о партии разобрал еще и лучше всего Владимир Маяковский. Он говорил, что единица – ноль. Один, даже если очень важный, не может поднять простое пятивершковое бревно, а не только что дом пятиэтажный. Голод с единицы – тоньше писка. Кто его услышит? Только жена, и то, если не на базаре, а близко. А партия – это сила класса, слава класса, спиной хребет рабочего класса. Тот, кто ставит целью создать спиной хребет рабочего класса силу класса. Вот тот человек не просто занимается в кружке, а он может заниматься в кружке и готовиться к вступлению в партию, потому что к вступлению в партию надо готовиться. Или, если люди не подготовились, они, вступив в партию, все равно должны заниматься. Тогда они занимаются в Красном университете и тоже в каком-нибудь кружке. Скажем, в том кружке, который я провожу, находятся члены партии, они обучаются здесь в диалектике. И есть другие кружки, в том числе в других городах, которые проводят члены, организуют члены рабочей партии России. Поэтому этот вопрос, конечно, надо рассматривать конкретно, а партии тоже надо рассматривать в соответствии с их политической сущностью. Какому классу они служат? Просто партии. Так есть партии буржуазные, есть партии мелкобуржуазные, их полно. А вот в отношении пролетарской партии, конечно, здесь еще большая работа нужна для того, чтобы те кандидаты на пост этой пролетарской партии, партии рабочего класса себя оправдали. Я думаю, что на сегодняшний день однозначно можно сказать, что более сильного кандидата на звание партии рабочего класса, чем рабочая партия России, просто в России не существует. Это факт нашей жизни. Поэтому хочется пожелать успеха всем тем, кто учится в кружке, и успеха в том, чтобы готовиться к участию в работе политической партии рабочего класса. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.